5 минут на каждого докладчика Миша Бортник, поехали. Что, у меня уже 5 минут, да? В общем, на самом деле, это Lightning формата выкрещаться, потому что в связи с тем, что у меня примерно в ноябре закончился один из проектов, меня снова начали осаждать рекрутеры. И я собрал здесь несколько самых типичных, самых раздражающих ошибок рекрутеров. Кстати, в зале есть рекрутеры? Поднимите руки, пожалуйста, мы вас линчевать не будем, честное слово. Понятно, рекрутеры своих не сдают. Хорошо, в зале есть рекрутеры конкурентов? Тоже не сработало. Ладно, примерно вот так. Хорошо, Саш. Это типичная ситуация для LinkedIn. Буквально вчера я получил письмо, приглашающее меня на позицию DevOps. Все бы ничего, но последняя работа, связанная с DevOps, у меня была примерно лет 7 назад. Это стандартная ситуация, примерно тоже происходит с каждым из нас. До этого, где-то за 2 недели до этого было письмо на лид PHP девелопера. Действительно, какая разница? Ну, а про путающих Java и JavaScript, в принципе, даже и говорить нечего. Таня, недавно, по-моему, хатили сиенером, сиенером, сиенером. Не обижай. Высуга лет. Ну и поэтому, рекрутер, который читает профили, и обычный рекрутер. Следующее. Такое впечатление, что там, где выпускают рекрутера, им всем выдают вот этот стартовый шаблон письма. И выглядит это примерно вот так. Нет, это мой LinkedIn. Потому что это одни и те же люди, да. То есть, первое, что они делают, они берут шаблон, подставляют в него имя и делают рассылку по тебе и всем твоим друзьям. А копипасты, кстати, тоже реальные из LinkedIn. Дальше. Уже можно перелистывать, да? А, не надо так, пожалуйста. Я эти сообщения даже не открываю. Ну, то есть, если раньше я хотя бы принимал реквесты на Connect LinkedIn, после того, как количество коннекшенов перевалило за полторы тысячи, я перестал это делать. Кто всех сдавал? Кто всех сдавал? Еще нет. Когда я начну вас всех сдавать, мне за это начнут платить. Так. Алло. И вот так тоже не надо. То есть, рекрутер, который мне не знаком и начинает сразу с панибратства, уходит в бан фактически через примерно 3 секунды. Я могу себе это позволить. Как надо. Например. Нет, это скриншот не с реального хантинга. Это образец. Да, жаль. Кстати, обведен, по-моему, Талискер. Да. Обведен Талискер. Да. Но, они не пустые, они прозрачные. Что с ними надо делать? Дарить. Выпить, а не можно, я не могу. Нет, ну, у вас там особая атмосфера, минские лагеря, свежий воздух. Но, вообще, на самом деле, примерно надо вот... А, Господи. Надо хотя бы вот так. Так, то есть, это первое сообщение и сразу же второе. Зарплату я замазкал, не к чему давать ориентир. Чего не хватает? Это не годовая, сори. Ну, если очень интересно, я могу потом тебе показать оригинал. И, вообще, на самом деле, что я сделал для исправления ситуации, буквально месяц назад, для рекрутеров, работающих... Эээ... Что происходит? А, окей. Для рекрутеров, работающих на Вику Придатка, я думаю, вам многим знакома эта фамилия. Я провел тренинг по найму рубистов. Я бы не сказал, что рубист особо специфичный, зверь, но тем не менее. И, учитывая то, что в зале нет рекрутеров, но я думаю, что вы скажете, я готов вашим рекрутерам сделать то же абсолютно бесплатно. Потому что просто меня задолбал. Очень паршивый найм. Ну, ты всех не исправишь, но время вышло. Но я хотя бы попытался.